Большая молодец! Так трехгодовалую Анечку Варфоломееву хвалят и подбадривают близкие и родные, которые знают, через что ей пришлось пройти за свою пока еще такую короткую жизнь. Первым испытанием для девочки стала операция на сердце на 10-м дне жизни. То, что у малышки врожденный порог сердца, ее мама узнала на последних сроках беременности. Тогда Ольгу из родного Магнитогорска экстренно госпитализировали в перинатальный центр Челябинска. Анечка родилась, ее сразу забрали в реанимацию, потом в областную больницу и потом в кардиоцентр. Первая операция на крошечном детском сердечке Анютки прошла успешно. Хотя родители до сих пор не понимают, как им удалось пережить тот страшный день. Но оказалось, что это далеко не конец. Через некоторое время выяснилось, что у девочки серьезное генетическое отклонение. В цепочке ДНК есть лишняя хромосома. Это означало одно – все органы могут быть в зоне риска. И опасения врачей, как выяснилось позже, не были напрасными. Ближе к полугоду оказалось, что у Ани эпилепсия у нас был. Приступ один такой серьезный оказалось, что у Ани глаукома, потом дисплазия у нас сильно была. Из-за приемов препарата, купирующего приступы эпилепсии, у девочки возникли проблемы с печенью и почками. Иммунитет был сильно ослаблен, поэтому почти все время девочка проводила либо дома, либо в больничной палате. Чуть позже в списке диагнозов появился и детский церебральный паралич. А когда Анютке исполнилось два, она снова оказалась на операционном столе. Была вторая операция на сердце. Там наросла мембранка под аортальным клапаном. Ее нужно было иссечь. То есть это снова полостная операция. К сожалению, проблемы со здоровьем не прошли бесследно. Девочка не развивается, не может говорить, сидеть, стоять без опоры и удерживать предметы. Вот уже полгода мама водит Анечку в один из реабилитационных центров Магнитогорска. На занятиях ЛФК и лечебным массажем девочка держится очень мужественно, хотя дается ей это нелегко. Поэтому специалисты не перестают удивляться стойкости и упорству, с какими малышка выполняет все задания врачей. Начала прямо держать спинку. Старается правильно сидеть. Старается, чтобы у нее появилась опора. Вместе с инструктором ЛФК проводит огромную-огромную работу. Крохотный ребенок. Мама видит, что лечение в центре идет на пользу дочери. Нина радуется ее успехом. Аня теперь умеет концентрировать внимание на предметах. Держит голову, спинку. Может даже стоять с маминой поддержкой. Мы учим глаголы «возьми» и «дай». То есть «возьми» она берет, но как бы возможно она берет, потому что ей интересно. Она очень любит игрушки, что-то яркое, всякие проводочки, шнурочки. То есть у нее есть интерес. Кажется, вот-вот, совсем еще немного, и девочка уже сможет ходить, держась за ручку. Произнесет первые в жизни слова и подружится с другими детками. И врачи дают надежду матери. Ведь даже за такое короткое время реабилитации Анечка достигла больших успехов. Моя жаленька. Устала, да? Устала. А где устала? Сейчас с этого тяжелого, но такого нужного пути восстановления сворачивать нельзя. Но остро встает вопрос денег. С ним сталкивается каждая семья, в которой есть больной ребенок. Один курс реабилитации стоит почти 50 тысяч. До этого семья Варфоломеевых справлялась самостоятельно, не прося помощи. Но на следующий курс лечения дочери у них просто нет денег. Поддержать эту прелестную малышку просто. Нужно отправить СМС на номер 900. Вначале укажите слово «Феникс» и сумму через пробел. Она спишется с банковской карты Сбербанка, привязанной к мобильному телефону. Даже самая малая сумма станет частью большого дела. А бумеранг добра обязательно вернется.